Наш сегодняшний мастер-класс поможет взглянуть на мир с новой точки зрения. Александр Копелев покажет, как в современном технологическом мире используются старинные технологии. Это способ фотопечати с бумаги, получая мгновенный снимок. А Юлия Карагожина познакомит с печатью фотоснимков на ткани. Мы желаем вам удачи! Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня, когда каждый первый уникальный фотограф. Пара секунд и ваше селфи в каком-нибудь инстаграме. Но иногда даже мастера, владеющие суперновыми технологиями с огромным любопытством и интересом, овладевают опытом прошлого. И сегодня замечательный фотограф Александр Копелев расскажет, что такое... Холотипия! Скучно? Не будет. Согласен. Я сейчас буду представлять мастер-класс «Фотосъемка на бумагу с обращением». Для этого нам нужно сделать некоторые растворы, проявитель, стоп-ванну, отбелку, нейтрализатор и потом, собственно говоря, проявка сернистым натрием. Это была история, когда Табальт в 1863 году впервые придумал съемку на бумагу. И эта бумага использовалась как негатив. И потом получалось позитивное изображение в «Контакте» позитива и негатива. А сейчас мы будем готовить растворы, чтобы получить то волшебное изображение, которое позволит нам посмотреть, как это было, как будто это была машина времени. И таким образом мы делаем эти растворы, делаем проявитель, делаем отбелку, делаем стоп-ванну и делаем, в конце концов, проявку. Здесь нет фиксажа, здесь технология того прошлого 19 века, которая подразумевает сохранность изображения более 150 лет. Начинаем это делать. Берем раствор А, который у нас здесь, раствор Б, и готовим проявитель. Смешиваем их, чтобы они проникли друг в друга, эти растворы. Поболтаем и начинаем выливать. Там существует очень мощная щелочь, едкинатор, который за 3-5 минут из человека может сделать просто голый скелетик. Вот, поэтому дальше мы используем, как стоп-ванну, этот раствор. Он у нас очень плохо пахнет, неприятный, в основе уксусная кислота. Здесь тоже нужно быть очень аккуратным, хотя мы трогаем его голыми руками, у нас есть вода. Вот, надеюсь, у нас все получится. О, как пахнет! Дальше, больше. Для стоп-ванны нам требуется яд и кислота электролит. Это 5 граммов этого вещества, которое называется дихромат калия. Достаточно, чтобы человек, ну, получил просто белые тапочки, и его не стало. Как всегда, что называется, между молотом и наковальней после отбелки, нам, конечно же, нужно чем-то остановить эту отбелку. И мы ее останавливаем с сернистым натрием, который у нас является противовесом этой кислоте. Он, слава богу, безвредный. Хотя нужно мерить в граммах, что называется, но, имея большой опыт, более 40 лет, я спокойно какие-то вещества уже на глаз могу определить, сколько нужно и сколько нужно воды. Вот, конечно же, нам нужна вода, чтобы эти все растворы стали работать. Вот, и чтобы мы потом могли промыть то, что после растворов осталось. Самый последний, как это, крайний магический раствор. Вот, он обладает неприятным запахом сероводорода. И в нем, именно в этом, в последнем растворе, наше изображение, после того, как оно исчезнет окончательно, обретет свою вторую жизнь. И мы его увидим в том виде, в каком, в 1863 году на него мог посмотреть господин Табальт, который придумал процесс, который называется колотипия, что называется съемка на бумагу. Мы его немножко модернизировали, и сейчас мы это все увидим. Небольшая пауза для того, чтобы мы могли привести фотолабораторию в надлежащий вид и разобраться на столе. Мы поговорим о том, что у нас сейчас там находится проявитель, который состоял из двух компонентов. Раствор А и раствор Б. Раствор А – это у нас проявитель, который состоял из метола гидрохинона и сохраняющего вещества. Это сульфид натрия. И раствор Б, который состоял из двух противовуалентов. Это бромистый калий и раданистый калий. И едкий натрия, который является очень дедовитым веществом, каустик практически. И нам нужно было какое-то время, чтобы эти растворы перемешались между собой, и у нас появился хороший контрастно работающий проявитель. Дальше мы говорим о том, что отбелка у нас состоит из дихромата калия или натрия и обычного электролита, который льют в автомобильный аккумулятор. А для того, чтобы нейтрализовать эту отбелку и кислоту, мы используем сернистый натрий, который, в общем, не сильно ядовит. И вполне можно даже, как это, помочить руку, когда случайно попадаешь в кислоту. Потом следует обычная вода, это у нас. И проявляем мы все это в сернистом натрии, который, как я говорил, уже имеет противный запах тухлых яиц. То есть все это можно купить в магазине химреактивов, которые продаются в свободном доступе. Пожалуйста, и можете творить, и получать изображение, которым 150 лет. Ну, обратите внимание, что это достаточно простая конструкция. Основное что? Здесь красное стекло, через которое вы смотрите, но которое не влияет на бромиды серебра, которые находятся на бумаге. Здесь падает свет, сюда вы смотрите, а вот сюда вы достаете кассету, передаете туда, и там смотрите, как она проявляется. И потом отсюда же вы достаете уже лист бумаги экспонированный. Этот ящик, я фотограф и не умею ничего делать руками, поэтому ящик мне сделал плотник. Там было простое условие. Две дырки, одна для красного стекла, другая для этого, и второе отверстие, чтобы доставать бумагу. А поскольку нужен еще чехол, то я повторюсь, что я просто фотограф и ничего не умею сделать руками. Мне это сделала знакомая портниха за пять часов. Здесь у нас уже есть раствор, и сейчас нам нужно сделать нашу темную комнату, потому что мы все думаем, что это все будет на свету. Нет, часть работы будет произведена в темной комнате. Но мы туда сможем заглянуть. Заглянуть и увидеть, потому что все, что там происходит, видно. Видно мне вот через это окошечко, которое мы сейчас установим. Здесь у нас попадает свет, становится красным и нейтральным для изображения. А теперь самое интересное. Мы будем фотографировать. Модель в студию, пожалуйста. Ну вот так, собственно говоря, и снимали 150 лет назад. Единственное условие, что фотостудия и фотолаборатория находились на самом верху. Крыша была стеклянной. И снимали, ждали, когда будет самое яркое солнце. Потому что модель должна была сидеть от 30 минут до часа. Очень неподвижно. Зажимали ей голову специальным коп-галтером. Это такое устройство, которое зажимает голову и делает модель неподвижной. Вот таким образом 150 лет назад и работали в фотоателье. Модель под светом сидит 15-20 секунд. Это несмотря на то, что светочувствительность бумаги всего полторы единицы. Это очень-очень мало. В отличие от цифровых камер, которые имеют чувствительность от полутора тысяч и выше. Это камера FKD 13х18. Производилась она с 920 по 60-70. Ими были оборудованы все фотоателье в России. Меряем свет. И потом у нас получается, что диафрагма 32, выдержка 10 секунд. Ну, с поправкой на то, что чувствительность здесь единица, у нас все будет чуть-чуть по-другому. Работаем, снимаем. Сейчас мы наводим на фокус. Для того, чтобы нам было лучше видно, мы спрятались под мешочек. Наводим на фокус. Отлично, навели. Вставляем теперь нашу кассету. Вставляем кассету. Там, естественно, заряжена бумага. Ну вот. Экспозицию мы поверили в прошлый раз. Сейчас мы поменяем диафрагму. Внимание. Снимаем. 24, 24, 24, 24, 24. Счет 24 секунды, когда, говорит человек, равен одной секунде. Все. И теперь мы спокойненько идем это проявлять и смотреть, что же у нас получилось. Кстати, первым закрепленным изображением был снимок 1822 года, который, к сожалению, не сохранился. Но его автор, Жозеф Епс, в 1826 году сделал фотографию, которая стала узаконенной первой фотографией. И в 1826 году он сделал ее с помощью камеры-обскуры на оловянной пластиночке, покрытой тонким слоем асфальта. Асфальтовый снимок. Здесь отбелка сейчас он исчезнет, просто исчезнет навсегда. Продолжение следует... Теперь можно трогать, все, она сейчас подсохнет. Проживет более 150 лет, ее увидят ваши внуки и правнуки. Здесь она не стареет, и ничего ей, собственно говоря, уже не будет. Она побывала в кислоте. Все это страшно и интересно. Но если Даггер сделал свои дагеротипы, но не смог их копировать, то Уильям Тальботт, англичанин, смог свои снимочки уже получить тиражным способом. Мы сказали волшебное слово – колотипия. Но Александр обратил внимание, что я ошиблась. Согласен. Дело в том, что колотипия – это не совсем то. То, чем мы занимаемся, называется процесс съемки на фотобумагу с обращением. И здесь у нас существуют следующие растворы. Первый раствор – это первое проявление. После этого происходит стоп-ванна. После стоп-ванны происходит у нас отбелка. И после отбелки идет у нас осветление, в котором удаляются компоненты, которые были в отбелке. Дальше промывка. И, собственно говоря, проявление, финальная часть у нас проходит в сернистом натрии, где изображение получается сочным и практически бессмертно долговечным. 150 лет уже прошло, и изображение не поменялось. После знакомства с уникальной технологией 19 века наша машина времени делает мощный рывок в век 21-й. С технологией века 21-го познакомит фотохудожник Юлия Карагошина. Итак, сейчас я вас познакомлю с современным способом переноса фотоизображения на различные поверхности, как дерево, ткани, что у нас еще там может быть, кожа. Для сегодняшней программы я выбрала ткань, так как это самый доступный материал. Но помните, что для различных материалов вам потребуются различные сеты фотобумаги, так как там разная степень фиксации, разная передача красок и так далее. Поэтому будьте внимательны при выборе фотобумаги и всегда считывайте, какой у вас материал будет в итоге использован. Итак, для того, чтобы нам сделать перенос с фотобумаги на ткань, нам понадобится непосредственно ткань, фотобумага. Фотобумага я выбрала для светлых хлопчатобумажных тканей и встроенный принтер, а также подготовленное изображение в формате JPEG. Итак, я выбираю из нескольких изображений. Мне нравится, пожалуй, вот, наверное, вот это. Вот, печатать мы его будем размером А4, то есть на весь лист. Также я напоминаю вам, что мы можем его сделать и 15 на 21. То есть любого формата. Главное, чтобы у вас была использована максимально поверхность, рабочая поверхность листа для экономии, как говорится, материала. Итак, я кадрирую изображение. Ширина 21 сантиметров, высота 30 сантиметров, разрешение 200 пикселей на дюйм. Нажимаем ОК. ОК. Итак, выбираем параметры, отправляем на печать. Итак, у нас с вами получилась вот такая новогодняя абстракция. Я хочу сделать еще одну распечатку с вариантом для мужчин. Скадрировали. Так, делаем новый лист. Отправляем на печать. Для того, чтобы разделить наше изображение и обрезать край, я использую резак. Это быстро, ровно и качественно. Если, конечно, резака нет, то можно использовать ножницы. Итак, у нас готовы наши изображения. Мы обрезали все лишнее. И теперь переходим к следующему этапу и переносим изображение на ткань с помощью утюга. Итак, проглаживать нужно на мягкой ткани несколько слоев. Температура глажения 150 градусов и обязательно нужен сухой жар. Никакого пара, ничего такого. Итак, мы берем гладильнюю доску. Мы кладем сначала основу, куда будем переносить наше изображение. Потом изображение, естественно, картинка вниз. Сверху мы накрываем еще одним слоем ткани, через который мы будем гладить. И начинаем гладить. Гладить нужно специфическим способом. Не падить утюгом по ткани, а просто прижимать по всей поверхности, так, чтобы у нас везде припечаталась картинка к основе. Утюгом мы работаем от 30 секунд до полутора минут, в зависимости от толщины ткани и размера изображения. Итак, наша картинка, наверное, почти готова. Мы ее откладываем и ждем, пока она остынет. И сейчас мы будем удалять с нашей основы бумагу. Музыка. 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 А, кстати, замечательный способ работы с текстилем. Вы можете сделать и какой-то вид одежды, футболка, толстовка. Это может быть прекрасная сумка или упаковка. Вы можете так оформить подарок. Вы можете сделать визитку или вот такой магнит, который напомнит вам о самом блестящем вашем путешествии. И еще одна идея. Некоторые мастера детские рисунки сначала фотографируют, потом переводят фотографию на ткань и делают объемные лоскутные подушки. С такой подушкой ребенок не расстается и очень быстро засыпает. Возьмите на вооружение наш опыт, и я думаю, что он принесет вашей семье и вашим близким радость. Мастер-класс завершен. Я просто уверена, что наши идеи вам пригодятся, поднимут вам и вашим близким настроение. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok